Ну что ж, и всем привет, с вами Вейчсов Син, и на сегодня мы продолжаем выживать в игре State of Decay. И мы... Я забыл в той серии сказать, что теперь у нас не 5 человек, а 7 человек. Так, давайте мы попробуем еще на ком-нибудь побегать. Вот, допустим, вот на этом мужике. В смысле, плохая идея? Он занят сейчас. Хорошо, тогда вот это. Просто предыдущая, конечно, бабенка неплохая, но в чё в ней плохо? Она вообще не может ничего таскать, у нее перегруз, причем перегруз жутчайший, у нее 20 фунтов из-за снайперской винтовки, с которой она бегает. Можно, конечно, попытаться снайперку выкинуть, но чё-то как-то я даже не знаю. Так, давайте один аспиринчик возьмем на всякий пожарный, он ей все равно пригодится. Поехали, сейчас спасем нашего черта, который вот здесь вот застрял, а на обратном пути попробуем вот здесь вот осмотреться. Вообще, желательно, конечно, помогать, иначе мы можем в какой-то момент, либо у нас просто человек убежит, из нашей группы просто уйдет, либо его убьют. Да, кстати, если поменять приказы... 25 влияний от стрел зомби найти и спасти. И отряд пробует найти в городе оставшийся солдат, сейчас нам люди не помешают. Согласен, что они не помешают, но слишком много народу тоже не надо. Просто я там увидел, у нас рядом с базой ходят зомбаки, ну их нахер, надо их отстреливать. Кататься можно, ребят, на любой машине, которая выглядит более-менее целой. То есть, допустим, на этой, на этой. Вон даже на парковке целая машина обнаружена, обзорный пункт опять. О, хата, наконец-то. Что-то сейчас интересное будет, че я. Зона скопления толп зомби. Что? Так, вот сейчас надо аккуратно. Вот эта вот тварь живая. Ну, блин. Я, во-первых, я первый нажал на Z. Я не понял, что это за прикол был. Сейчас мы везде зайдем. Можно будет обустроить в него форт. Форпост, точнее. Форпост вещь хорошая, но пока нам не нужно. А, может, и нужно посмотреть. А, вот ты где. Мы тут все проверили. Есть место, где навалом всякого добра надо отнести на базу, да? Буду прикрывать тебя. И давайте пока обыщем. Так, что у нас здесь есть? Это мне подойдет. Это все достаточно дешевое. Мне надо сейчас влияние. Ну, побольше. Хотя 800, знаете, это и так дофига. Вот пистолетик, это да. Пистолет нам дает много влияния. Форпост тут я не помню. По-моему, из форпоста мы можем тянуть потихонечку ресурсы. То есть, в зависимости от того, какие ресурсы здесь будут, я буду, соответственно, от этого форпоста что-то получать. То есть, допустим, ну, пистолет я возьму. Обезболивающий я тоже возьму. Петарда. Петарда это тупо для отвлечения зомбаков. Так, где я? Чего-то не вижу себя. Ладно. Я жив, я здоров. Дальше живем. Там, я смотрю, уже желающий подходит. Пистолет еще один. Давайте, наверное, я... Морфий один уберу. Хотя, использую даже один. Пистолет возьму. Вместо этого еще. Так. Мужик, ты пипец мешаешь. Чтобы построить баррикаду, нажмите Е. За баррикаду не берутся никакие ресурсы. Так, на всякий случай. То есть, вы можете ее заколачивать сколько угодно. Но, на самом деле, баррикада, она для того, чтобы вы не ждали, знаете, что зомби приведут из какой-нибудь задницы. Откуда вы их не ожидаете. Паррапост, по-моему, стоит сотню. Пять пистолетов. Ну, я уже даже не знаю. Наверное, давайте патроны выкинем. Все-таки пистолеты, это очень хорошо. На самом деле, это даже слишком хорошо. Как-то слишком много пистолетов там идет. Ты же сможешь его убить, я надеюсь? Там же обычный зомбак. Да, еще бывает такое, что ничего не найдем, естественно. То есть, полный рандом. Но мы пока еще не увидели, какие ресурсы есть в этом доме. Я очень надеюсь, что здесь будут стройматериалы. Если здесь стройматериалы, тогда мы, соответственно, сюда действительно ставим форпост. И отсюда потихоньку эти стройматериалы будем таскать. Так. Это что? Морфий. Но морфий у нас больше одного нельзя. Так, рядом с очком надо смотреть, что тут у нас. Еще. Смотрите, а это морфий. А, это ацетаминофен. Понятно, это не морфий. А безборки, естественно, тоже надо с собой таскать. Ну, не то чтобы с собой, а притаскивать на базу, потому что потом я их перекуплю. Заново. В ките или уничтожить зомби? Хорошо, поможем Элли уничтожить зомби. Да как, где еще-то? Я чуть не понимаю. Все получается. Я все блутал. Здесь не... А, во! Самое главное, это книжная полка. Видите, здесь ничего нет, поэтому смысла здесь обустраивать, соответственно, тоже никакого нет. Зомбаки. Зомбаки. Это же обычный зомби, я надеюсь, просто звук такой был. Как будто не очень-то и обычный. Поехали, мужик. Нам валить надо, сейчас толпа придет. Хоспит, давай быстрее уже. Такси, вот это тоже можно взять. Но вообще, все машинки, которые отмечены на карте, их можно... На них можно сесть. Так, карта, а где Элли? Понятно, Элли у нас пока нету. Тогда пошли пока осмотримся здесь. Хорош мне машину мять, ублюдки. Ой-ой-ой. Это что за новость-то? Давай убивать! Да не того убивай, вот это убивай. Борьба уже три, господи. Вот это женщина. Все. Сдохла. В том смысле, что пипец устала, у меня нет еды. Мужик, ты может, не знаю, обернешься, попытаешься хотя бы что-нибудь сделать. Вот это вот добивание, оно, конечно, расходует, ну, выносливость, но оно убивает быстрее, чем я бы по ним бил. Именно ломиком там, либо каким-то другим оружием. Часто до нуля, если будет опускаться, насколько я знаю, если вы очень долго будете на одном персонаже играть, то у вас понизится уровень выносливости. Вам надо будет оставить персонажа, чтобы он отдохнул. Иначе вы его совсем угробите, и выносливости будут на нуле, и в итоге при любом махаче вы его банально потеряете. Вот и все. Что, еще выше есть путь? Просто видите, у нас вопросики не загорелись. Знаете, что-то еще выше есть. А нет, просто надо было сюда добежать. Крикун, эй, о, класс, вообще пипец. Если бы тут еще и толпа рядом шла, это было бы просто вообще шик. А, Т-фонарик, господи, я-то думаю, где этот фонарик? Вроде был. Тут в домах хоть глаз выкали. Ни хрена не видать. Ну, вообще все. Тут больше нет ничего. А, ну да. Все. Как-то я не знаю, тут... Нету галочки, что вы осмотрели... Ау. Нету галочки, что вы осмотрели... Во. Вот теперь есть галочка. Так, а что у меня по вещам? По вещам у меня в основном только оружие. Ну, пистолеты. Да, отстань ты от этой лестницы. То есть... Все. Ну вот как так-то? Класс. Зашипись. Не понял. Едва удалось выжить. Сэр, мы поставили наблюдательную вышку, теперь осмотримся. Отличная огневая поддержка нам не помешает. Сейчас свяжусь с артиллерией, координаты у меня есть. Что у нас здесь? Еда, которая нам не нужна. Ладно, давайте валим уже отсюда. Ну, быстрее, черт побери. Ты что, дебил? Парень, ты дебил? Так, ладно. Парень реально дебил. Заметил лалпа зомби, да хрен с ним. Я чувствую, тюкать надо. Вообще, как бы, виноват не я, виноват персонаж, он не зацепился за лестницу и просто тупо полетел вперед. Я не знаю, какого хрена так случилось, но да ладно. Как бы это не столь критично. Вот это вот зомби, который на капоте. Зомби прорвались через восточный проход. Слушайте, вы, черти, я же вам сказал, отстреливайте всех, кто рядом. Какого хрена? Класс. Я думаю, сейчас снесу на раз. Вижу, вижу, вижу. Не сцать. Осада в самом разгаре. Печаль в самом разгаре. Большая точка, это не к добру. Так, там вы отстреливаете, молодцы. Здесь, похоже, помочь надо, да? И кто же там такой-то? А, этот хрен. Это дичь нормальная. Это подъемная. Это прыгун. Жутко, жутко быстрый зомби. Вот он. Преодолевает многие препятствия, играючи. Но он что-то тупит. Как-то хлопка. Осада снята, отлично. Я уж пересрался, я думал, все б сда нам пришла. Вообще тихие. Ни разу не громкие. Спасить ценных специалистов текущая цель нет пока ни одного. Сэр, мы были в осаде, мы делали все, что могли. У нас не вагон людей, если так пойдет и дальше, нам придется забрать тебя оттуда. Я прямо вижу штамп, на котором большим красными буквами написана операция провальна. Сэр, высылаем кучу записей ее мужа, и тут целый ворох. Сделали все, что могли. Вот этим мы сейчас и займемся. Скоро надо будет найти еще одного человека, а пока береги людей, они нам еще пригодятся. Сэр, вы должны это слышать, это радиограмма. Всем привет, это Вьена Чо, последняя радиоведущая Данфорда. Если вы меня слушаете, знаете, я хочу помочь... Военные ушли из города пару часов назад, если вы не заметили. Наконец-то нашли, что им не по зубам, и пришлось им уносить ноги. Хорошие новости, я могу настроиться на полицейскую частоту, а еще у меня есть любительская радиостанция, спутниковый телефон, так что если застрянете где-нибудь, дайте мне знать, я позову кого-нибудь на помощь, мы выберемся отсюда вместе. Если мы сейчас рядом с одним ее слушателем, можно попробовать забрать его. Может, но у нас немного другое задание, другой масштаб. Не думаю, что гражданский с микрофоном что-то меняет. И? Он меняет или не меняет что-то? Отлично, 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 прекрасно. Я так и не понял, как я выжил, честно говоря. Так, 762. Две обоймы, хватит. Ладно, еле выжили. Скопление крикунета, хорошо, но мне туда особо-то и не надо. Конечно, могу, но не хочу. Так, отстрел хватит, давайте ресурсы искать. Так, я могу за кого-то еще поиграть, да, я могу переключиться на этого офицера. Блин. У этой вообще 85-130, это самое живучее. А, нет, 85-150 еще есть. Это хрень. Ладно. Пробуем, что у него с оружием. С оружием все хорошо. Но две обоймы я таскать с собой не буду. Одно обоймы, точнее, да, одно обоймы я выкину. Вместо нее лучше возьму один морфий. Все, если что, он у меня есть. Пока пусть остальные отдыхают, а я пока покатаюсь. Еще одну машину нам припарковали. С крикунами ночью, ну и вообще, конечно, молодец. Круче только яйца. А где обзорный пункт? А, вон, вижу. Я имею в виду, который рядом с нами. Короче, из-за того, что я сорвался, умерла эта докторша. Это крайне обидно, между прочим. Так, надо быть осторожным, чтобы толпа ко мне не приперлась. А если сюда запрыгнуть, по-моему, не могут. Поэтому здесь я более-менее в безопасности. Но все равно надо аккуратно. Я так понимаю, женщина, возможно, не умерла. Банально из-за того, что она одна из главных персонажей. Есть у меня такое подозрение. Но день, тем не менее, у нас пролистался, как вы видите. И я потерял очень много времени. Возможно, даже слишком много. Сейчас все осмотрим тут по-быстрому. Гниляк. Неприятная тварь. Так, подо мной. Склад и больше ничего. Это просто куча машин ненужных. Толпень идет посреди ночи. Слушайте, а я не знаю, что еще. Опять же, видите, я не могу найти, что еще не посмотрел. Где-то дали вертолет звучит. Не знаю, я не понимаю, что еще не смотрел. Вроде все. На подходе толпа зомби, но бывает. О! И плюс 20 нам это, кстати, дает. Влияние. То есть осматривать выгодно. Классно! Вы чего, издеваетесь? Ой, моя-мая-мая. Игра, короче, взяла и закрылась. Ну вот как так? Я, между прочим, все осмотрел. Я молодец. Она взяла и закрылась. Я не ставил никакие моды. Более того, я даже не знаю, существует ли мода на стыду в Дикей. Скорее всего, нет, чем да. Но, блин, это издевательство. Ничего не делал, спускался спокойно по лестнике. На тебе. Уронил игру. Как так? Как так-то? Даже не знаю, откуда мы начнем. Скорее всего, мы начнем как раз после волны. С того момента. Потому что тут сейва как такового вообще не существует. То есть тут автоматически сейв идет. Да, вот видите. С того момента, как мы выбрали персонажа. Ну ладно, это не так далеко. А, подождите. То есть даже так. Осмотр. Машина, естественно, там стоит. Получается. Это вообще-то не круто. Могли бы машину назад вернуть. Да, осмотр я доделал. Так что мы, в принципе, ничего не потеряли. Я так понимаю. Мой текущий персонаж устал? В смысле? Какого хрена? Нет, то, что он просто выдохся, это нормально. Но если он реально устал, это пипец. Я же им только-только играть начал. Что за фигня-то? Выносливости пока достаточно. Даже первый штраф по выносливости, это еще подъемно. А вот когда уже второй штраф по выносливости, вот тогда уже жопа, да. Ну понятно. Тут сейчас зомбаков будем просто искать. Это единственное, что обновляется по карте. Блин. Вот гнилики это. Подождите, там кто? Спецназ и гниляк. Вот спецназ я, честно говоря, вообще не понимаю, зачем было выделять, как зомби вид. Как зомби под вид, точнее. Потому что, ну, они не такие, знаете. Без бы вообще взял, застрелил. Причем даже их завалить можно, ну, не знаю. Чем угодно. Так, ладно, я не вижу ни шиша. Только, пожалуйста, не спрыгивай. Мы вообще, что мы хотели-то? Мы у нас... Так, секунду. Мы хотели до дома дойти. До дома вот этого. И очистить его. Пока у нас людей нету. Ну, я имею в виду, кого искать надо. То есть задание пока не дается. Поэтому мы путешествуем, делаем то, что нам надо. Грамотный руководство принесет свои плоды. Найдены боеприпасы. Хорошо. Что найдены? Так, давайте на Т нажмешь, а фары врубить. Зомбакам, в принципе, пофиг на фары. Так, забор у тебя. Отлично. Вот и угробили машинку. Я молодец. Что-то такие странные фрезы сейчас были. Так. Я понял. Не, без машины не вариант вообще, ребят, тут. Тем более, что это еще и толпа. То есть это не просто зомбаки. Это остатки толпы. Но. А вот теперь все. Машина тихо, мирно сгорела. Больше мы ее не увидим, к сожалению. Так, и вот что нас интересует. Это уничтожить скопление гниляков. Честно говоря, очень не хочется внутрь заходить. Задом нельзя дверь избивать. Ладно, мы выживальщики, у нас что-то первое. Говорите вы в эфире, что у вас там происходит. Не успели пройти пару кварталов. Твари нас окружили, пришлось прятать семью в здании. Пожалуйста, кто-нибудь. Я не могу смотреть, как умирает моя семья. С крикунами вообще беда. Их либо быстро убиваешь, либо нет. Военные просто нас бросили. Будем передавать их координаты, пока не убедимся, что они в безопасности. Если сможешь помочь. Так, окей. Ты же знаешь, что гражданские не побегут резать этих тварей по приказу. Это наша работа. Согласен. Но все не так просто. У нас приказ, мы не можем эвакуировать всех подряд. А где еще один крикун-то? Ой-ой-ой. Это очень плохо. Да, почему? Не успел, хотел убежать из дома. Ну, просто потому что. Ой-ой-ой. Ой, все плохо. Так, нам нужно резко какой-нибудь бок обмазаться. Ой-ой-ой-ой. А что же сразу-то и все здесь? Так, нету у меня больше двери у машины. Слушайте, это просто пипец. Я реально не могу этот дом зачистить. Господи, тут их такое количество, что пипец. Мне кажется, даже в основной игре меньше было. Вот это я сделал очень зря. Жиробаса вообще нельзя машиной бить. Просто крайне противопоказано. Все? Е-е-е-е. Кошмар. Теперь вот на этой колымаге. Полуразбитой. Надо попытаться доехать до базы. Или хотя бы уйти отсюда. Сейчас еще что-то по дороге найдем хорошее. Пересядем по-быстрому. Это я зря сделал. Поехали лучше так. Нафиг. Идите нафиг. Так, ну в принципе можно вообще рискнуть. Одинокий беженец. Рискнуть в том смысле, что все равно машины по дороге у нас будут. Это мы просто сбросим. И все. А на эту, допустим, мы пересядем. Издевайся. Господи, он решил пооткрывать. Да, есть небольшой глюк. Можно вот так вот, прежде чем еще персонаж на нас не налетел, его отбрасывать. Давить нельзя. Иначе мы уничтожим все... Ну, того, кого надо было спасти, мы его и убьем. Да подождите вы, господи. Все, умер. Надо передохнуть. Сейчас и я умру из-за этой твари. Собака страшная. Короче, нахера я... Полез вообще сюда. Неудачная вылазка. Неудачная. Очень неудачная. Я бы даже сказал, еще не самый удачный персонаж. Да, кстати, заметьте, мы один раз умерли, теперь у нас здоровье гашенное получается. То есть, не полное. Ладно, давайте уже на базу, короче. Неудачная вылазка. Надо другого персонажа, более приспособленного к жизни брать. Иначе я вообще сольюсь нафиг. Спас, блин, человека. Я просто прекрасен. И выживающих number one, bro. Серьезная хрень, серьезная. Почему-то мне казалось, что немножечко полегче все-таки здесь выживать. Мне казалось, нет. Ночью вообще, на самом деле, еще и хуже выживать, чем днем. Днем как-то у них активность поменьше. Но ночью единственный плюс какой, ночью они не всегда могут меня увидеть. То есть, я могу иногда спрятаться местами, то есть, по стелсу. Днем они видят всегда. Что мы из сегодняшнего дня, точнее, из сегодняшней серии учли? Во-первых, нефиг сбивать жаробасов машиной. Вас ранило, переключись на другого персонажа, я в курсе. Во-вторых, не стоит вообще ночью пытаться кого-то убивать. Ну и в-третьих, лучше брать персонажа, который более приспособлен, либо экипировать того, с которым мы идем. Ладно, давайте на этом серию будем завершать. С вами был Истов Син. Это была игра State of Decay. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте, если вам нравится прохождение, подписывайтесь, ставьте лайки и, конечно же, комментируйте. Ну а это все. Всем спасибо. Всем пока.